Всем большой привет! И сегодня я хотела просто записать разговорное видео, поговорить с вами о чем-то, о чем мы раньше не разговаривали, и о чем я на своем канале раньше точно не разговаривала. Кто смотрит, а именно, я хотела бы затронуть тему, должен ли дизайнер, допустим, ориентироваться на тему, на которую он рисует, и имеет ли, скажем так, вес, какие-то моральные ценности. Начну с того, что раньше я вообще просто на этом канале пропагандировала, так как я стокер, я пропагандировала максимально обширное видение. То есть я рекламировала, скажем так, рисовать на максимально много темп. Я, в общем-то, до сих пор так же думаю. То есть если вы хотите больше зарабатывать, да, то вы должны просто как дизайнер рисовать то, что популярно. И я была не исключением. То есть я рисовала, начиная от религии и заканчивая стриптиз-баром, казино, пивным рестораном, ну и так далее, да. То есть это все продается, в принципе, в равной степени, но тем не менее я не смотрела на какую-то моральную подоплеку того, что я рисую. И в этом видео я хотела бы затронуть этот момент, что меня перещелкнуло, что, возможно, это важно. И расскажу такой небольшой пример, да, почему, ну как-то, да, в моей голове как это вообще сконструировалось. То есть кто меня смотрит и я как бы не скрываю, что я увлекаюсь сейчас религией и давно увлекаюсь, то есть уже, знаете, с головой, мне кажется, ушла и так далее. Такая, знаете, точка невозврата, по-моему, уже пройдена. В общем, суть в том, что, допустим, работник, да, есть какая-то конвейерная лента, и он работает на каком-то своем маленьком промежутке. И он на нем работает, нет никаких проблем, он хорошо выполняет свою работу, ему платят свою зарплату. И ему как бы не очень интересно, что там дальше на этом конвейере собирается, там, хоть, я не знаю, там, хоть самолет, хоть атомная бомба, хоть, там, я не знаю, да, что-то хорошее, что-то плохое. Ему не интересно. Он выполняет свой маленький отрезок работы, и далее ему уже не важно. И я поняла, что я примерно в таком же состоянии находилась. То есть я была каким-то маленьким, да, отрезком какого-то большого конвейера, и меня абсолютно не волновало, что будет на выходе. И если вдуматься, да, то сама картинка той тематики, которую мы рисуем, по сути, она олицетворяет исходный продукт контента, да, ну, то есть конвейера, в котором мы, так сказать, невольно поучаствовали. То есть если это, допустим, я рисовала еще концепцию, то есть экосистема, да, там, я много хороших концепций рисовала, и много, скажем так, ну, не очень хороших, да. То есть там, если нарисовать тему против алкоголя, да, и реклама алкогольного бара, то, ну, на моем опыте, да, как-то больше продается все-таки, допустим, у меня, по крайней мере, так случилось, да, допустим, реклама алкогольного бара, да, допустим, казино, азартные игры, да, то есть больше продавались, чем пропаганда, допустим, здорового образа жизни. У меня, может, просто не так много картинок на здоровый образ жизни, да, это тоже, как бы, есть такая история. То есть я к тому, что сама картинка олицетворяет, да, мы несем добро в мир, ну, маленьким своим участием, да, или мы все-таки несем разрушение. Потому что, как ни крути, да, допустим, в казино, если взять, то в большинстве своем это все равно какие-то разрушенные судьбы, это разрушенные семьи, разрушенные личности, да, в общем, тоска, печаль и уныние, да, все, что связано по большей степени с казино. То же самое связано с алкоголем, то же самое связано, допустим, там, я не знаю, там, стриптиз-бар и все, что с этим связано, да, все, в общем-то. Я не говорю, что это плохо, да, я ни в коем случае не моралист, я к тому, что хочу ли я лично вообще в этом участвовать, да, или я в этом лично участвовать не хочу. И я для себя сделала вывод, что я хочу смотреть именно, где я хочу участвовать, да, то есть я буду рисовать те концепции, где мне хочется поучаствовать, да, то есть потенциально, если мы рисуем, допустим, экосистему, то, естественно, эту картинку купят те, кто так или иначе пытаются продвигать, это где-то в СМИ, где-то в сайтах, да, то есть где-то в интернете. То есть те люди, которые пытаются продвигать эту, знаете, безнадежное дело, да, за успех безнадежного дела, вот, то есть и потенциально в их конвейере я приниму какое-то маленькое участие, если я нарисую картинку на эту тематику и, допустим, они ее купят. Вот такая вот история. Это к вопросу, должен ли там дизайнер обладать моральными качествами и так далее. Ну, это, наверное, касается абсолютно любой профессии, и если бы все были высокоаморальные, то мы бы жили в совершенно другом обществе, вот, но, как бы, вот я для себя, да, с некоторых пор, мне, кстати, это очень тяжело давалось вообще вот это вот понимание, вот это, потому что в любом случае отрезаем какой-то доход, да, ну, как бы потенциально отрезаем, потенциально чего-то лишаемся, потенциально что-то от себя мы отодвигаем, да, а это связано с лишениями, ну, с такими, да, вот сразу в голову приходят там тысяча мыслей, да, что я потеряю что-то важное, ну, и так далее, да, хотя, возможно, это просто выдумки и надумано, да, ничего важного я не потеряю, наоборот, приобрету, да, по крайней мере, для самой себя. Вот, и так как я обучаю вас, ну, я, по крайней мере, рассказываю свой опыт, я хотела этим поделиться, опять же, я никому не навязываюсь, да, я просто говорю, наверное, чтобы, ну, у кого-то, да, у кого срезонирует, да, у того срезонирует, у кого не срезонирует, у того не срезонирует, да, то есть просто каждый для себя взвесит, подумает, и как минимум это, знаете, куда-нибудь наупадет, да, вот, ну, такая вот идея, что все-таки деньги стоят ли вообще всего, да, то есть все можно делать ради денег, или есть какие-то грани, я понимаю, что мы просто дизайнеры, да, мы не создаем атомную бомбу, вот, но для себя, да, я раньше не отслеживала у себя внутри, допустим, да, какого-нибудь стоп-крана, да, на любую тему, да, то есть я абсолютно могла рисовать, абсолютно, ну, я не рисовала все, что связано, допустим, с откровенной, допустим, порнографией, да, то есть я этого принципиально не рисовала, вот, и, ну, совсем агрессию я тоже не рисовала принципиально, да, то есть вот в этом у меня единственный был барьер, но при этом я рисовала, допустим, как рекламу стриптиз-клуба, да, ну, в контурной графике, да, то есть ничего такого, но сама по себе идея же, в общем-то, не совсем, скажем так, хорошая, да, то же самое я рисовала алкоголь, ну, вот, казино, зарпные игры, ну, в общем и целом, не так много у меня было плохих концепций, но даже этого как-то так мне хватило, чтобы понять, что эти картинки, ну, не приносят они добро, вот, даже если кто-то ее купит, вставит свою рекламу, это не то, с чем бы я хотела, скажем так, ассоциироваться, да, и, как бы, какую-то, не то, что вину нести, да, что все равно в этой конвейерной ленте мы поучаствовали, и для человека, да, это все равно, в общем случае, это разрушение, и это не очень хорошо, то есть я не хочу в этом участвовать, и слава Богу, что мне пришли такие мысли, лучше поздно, чем никогда, знаете, и дальше я буду отслеживать темы, на которые буду я рисовать, исходя из этого тоже фактора, да, то есть остается все то же самое, там, рентабельность, популярность, трендовость, да, то есть что в мире происходит, и плюс добавятся все-таки какие-то моральные качества, насколько это вообще полезно, насколько это несет хорошее что-то в мир, или как минимум не разрушает его, да, то есть как минимум не разрушает, как минимум делает его как-то лучше и так далее. Вот, не знаю, отразится ли это на этом YouTube-канале, да, потому что я так вот, ну, когда у меня есть какая-то идея что-то нарисовать, да, это так или иначе, у меня в последнее время связано с ЭКО, это связано с моим вторым каналом «Чистый город», вот, и, конечно же, скорее всего, на этом канале это все отразится, и, ну, то есть, я, скажем так, заранее предупреждаю, чтобы никто не удивлялся, да, там, что тематика будет, скорее всего, сейчас вообще, наверное, одна, ну, религия, религия у меня сейчас и чистый город, да, вот, у меня две концепции, которые в голове не выходят у меня из головы, вот, ну, так как религия совсем уже личная, да, мне кажется, то есть здесь навязывать кому-то это, наверное, безумие, ну, то есть каждый сам для себя это сделает, вот, а что касается «Чистого города», то мне кажется, это достаточно такая оптимальная концепция, которая, в принципе, да, она и хорошая несет, и ничего плохого в этом нету. С гордостью боремся, опять же, да, вот, кстати, хотела сказать, что всем, кто, скажем так, хочет поучаствовать в этом проекте «Чистый город», да, абсолютно любым путями, да, там, как-то помочь раскрутить сайт или канал, да, либо просто подписаться и лайкнуть видео, одно из видео, да, или написать какой-то положительный комментарий, это все поможет в каком-то продвижении, или какие-нибудь идеи, как можно вообще эту идею, не знаю, раскачать, да, и как это вот популяризировать, ну, хотя бы, да, то есть я не говорю про масштабы, да, ну, просто любой вклад, любой человек, кто захочет как-то посоветовать, поучаствовать, просто, просто внести, знаете, свою лепту, я не говорю про то, что это, ух ты, вот, как-то внести свою лепту, я не говорю про то, что мы там захватим мир, я здесь ориентируюсь скорее на процесс, чем на результат, да, то есть я сделаю все, что возможно, результат уже будет такой, какой он будет. Я создала имейл, и у всех, у кого есть какие-то предложения, какие-то, ну, пожелания или общих, хоть что-то, да, то есть может кто-то тоже на волонтерской основе, да, на добровольной основе, хочет тоже как-то поучаствовать, то я буду очень-очень всем рада, вот, за такое участие, да, я не знаю еще, что дальше с этим проектом будет, но, по крайней мере, он, скажем так, позитивный, да, и я на этом канале чисто и город делюсь еще какой-то философией, да, есть там не просто уборка, да, а, ну, для меня это философия, зачем это вообще делать, для кого это делать, и от уровня, на котором находится человек, ну, я, да, то есть я с той или иной мотивацией, да, это сделаю. Вот, ну, наверное, это будет больше интересно людям, которые так или иначе склонны к богоцентричной модели, да, мира, то есть так или иначе, наверное, для этих людей это будет просто, ну, как бы практика показала, да, что для этих людей это более, скажем так, не актуально, а они больше на это откликаются. Все-таки люди с более материалистичным складом ума, для них это совсем чуждо, я не уборщик, я не дворник, да, тюк, это, тюк, я не, да, я это самое, я достоин большего, ну, и все вот эти концепции. Вот, всем спасибо за внимание, надеюсь, видео было чуть-чуть полезным и интересным, и до встречи в следующих моих видео. Всем пока!